Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, в горах 0, плюс 5. Днем плюс 18-23 тепла и местами до плюс 14. В Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 19-21. В селе Дружба Прикубанского района прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Более 180 участников из разных регионов Северного Кавказа приняли участие в данном состязании. На спортивном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Прекрасную техническую подготовку и непоколебимую волю к победе демонстрировали юные боксеры. В межрегиональном турнире по боксу, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа, участвовали спортсмены от 10 до 16 лет. Организатор отмечает, что подобные соревнования позволяют повысить опыт не только боксеров, но и тренеров. Стойкость и мастерские удары в течение каждого раунда. Чтобы одержать победу, необходима не только хорошая физическая подготовка, но и волевые качества, и непобедимый дух. Именно такими характеристиками обладали наши предки, которые смогли выстоять в период депортации и вернуться на историческую родину, отметили гости соревнования. Я в данный момент должен был находиться в Твери. Там проходит первенство России. Но я выбрал этот турнир, потому что наш народ тоже репрессированный. Мы братья хоть и разные нации. И Эльбрус, это мой брат, он меня пригласил. Я не мог не приехать. Очень хороший турнир. Много ребят хороших, хорошие бои провели. Ну, для популяризации бокса мы делаем все, что можем. Подобные турниры необходимы для нашей молодежи, так как это возможность для юных боксеров оттачивать свое мастерство. И отрадно видеть, что такие состязания собирают столько участников, где спортсмены знакомятся и развиваются, отмечает руководитель Федерации бокса в Карачаево-Черкесии Аслан Карданов. Дети должны иметь возможность участвовать на таких соревнованиях. Люди, которые выезжают на большие соревнования. А эти дети, которые только начинают боксировать, только свой бой в боксе начинают. Естественно, вот такие турниры, причем очень хорошие турниры. Вот сейчас вот это возрождение гротязского народа. Спасибо организаторам, как говорится. Каждая схватка на ринге – это в первую очередь экзамен стойкости для боксера. Наши тренеры при тренировках обращают внимание не только на техническую подготовку, но и на выносливость, признаются юные спортсмены. Это опыт для нас, потому что, чтобы не было в простое и чувствовать себя лучше в дальнейшем на ринге. И я сам в Карачаевске, это турнир в честь меня возрождения карачаевского народа. Поэтому хочется кубок и медаль завоевать. В итоге в общем командном зачете первое место заняла команда Карачаева-Черкесии. Серебряные медали у боксеров Дагестана. И на третьем месте юные спортсмены из Кабардино-Балкарии. Все победители и призеры были отмечены медалями и кубками. Аль-Халеб Шоков, Аль-Ебастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи в эфире.